Здравствуйте! Вы смотрите Первый городской. Мы работаем в эфире. Это интервью дня в студии Ирина Коробко. И о чем же мы будем говорить сегодня? Я думаю, что одесситы с удовольствием наблюдают за открытием новых парков в нашем городе, за обновлением тех парков, которые уже работают, которые уже существуют, которые сегодня обновляются, и за открытием, в том числе и новых. Я имею в виду, конечно, Застамбульский, который стал одним из излюбленных мест прогулок для одесситов. Ну и вот сейчас, я думаю, что мы уже почти готовы встретить новый парк в Одессе. Меньше чем, ну где-то месяца два осталось, то есть до дня рождения Одессы еще, для того, чтобы дождаться открытия еще одного парка, это греческого парка. Его открытие анонсировали, его строительство анонсировали. На том месте, где должен появиться греческий парк, уже достаточно долгое время была неухоженная территория. И вот теперь, наконец-то, я думаю, что в день рождения города Одесса получит действительно еще один подарок. Ну, как идет строительство? Что планируется конкретно видеть потом нам в греческом парке? Станет ли он таким же излюбленным местом прогулок для одесситов? Об этом мы будем говорить сегодня с гостем нашей студии. Это Василиус Бумбурас, технический директор строительной фирмы «Гефест». Здравствуйте, Василиус. Здравствуйте. Спасибо, что пришли сегодня к нам. Знаю, что лично для вас это очень значимо, очень важно и очень серьезно. Ну и хотела бы сказать, что и для Одессы это тоже важно, потому что роль греков в истории Одессы всем известна, всем знакома. Конечно. Все понимают, что Одесса, будучи многонациональным городом, ну вот как бы вот греки всегда занимали особое место, это вот особая страничка в истории нашей летописи. И вот сегодня, мне кажется, что то, что возводится парк, то, что готовится к его открытию, для вас, мне кажется, это и правда такой большой подарок. Я хотел сказать, что это, конечно, и правильно говорили, это мы все знаем, Григорий Григорьевич Морозли, и это действительно греки в Одессе имеют их страницу. Но то, что многих не знают, это то, что Одесса имеет это огромное, самое главное место на сердце любого грека, потому что в Одессе непосредственно начиналась революция освобождения Греции против турок. Поэтому для любого грека, не только для меня, место Одессы это светлое место, это по-другому называть это не могу. Вы здесь насколько вообще комфортно себя чувствуете? Мне кажется, что и предки ваши, наверное, достаточно комфортно себя здесь ощущали. Как вам сейчас здесь? Понимаете ли вы, что это одна такая ваша своего рода маленькая родина, наверное? Ну, смотрите, я и моя семья сразу, первый день чувствовали приятно, уютно, потому что мы, как я и уже говорил, для нас, любого грека Одесса это светлое место. То есть, когда моя семья... Перекочтят историю, да? Конечно, конечно. Это я помню уже от времена давних, когда я был в школе, на такие топливые слова говорили за Одессу, потому что действительно это непосредственно Одесситы, непосредственно жители города помогли этой организации. Эта организация, это не какая-то организация, которая пришла через книгу, это живая организация, это здание, которое находилось на сегодняшний день и есть на Красный переулок. Поэтому я помню даже первый день, когда прибывал в город и прошел мимо через этот объект, который я всю жизнь слышал и знал, что отсюда наша страна начиналась, это только уютно и приятно. Тем более все понимаем, что Одесса это город, который воспринимает все национальности. Это правда, да, в мире вообще, мне кажется, что... Да, 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 мы все можем жить друг с другом уютно, мирно и хорошо. Мы немножечко поговорим, конечно, об организации, но сегодня Греческий парк, да? Знаю, что идея появилась достаточно давно, но вот только недавно ее стали воплощать в жизни. У кого возникла эта идея, с кого все начиналось? Ну, так давно мы можем говорить, что это не была эта идея. Я помню этот вечер, это уже приятное воспоминание, когда я с моего отца, Падалеймона Васильевича Бумбураса, мы слышали, что город Костандинополь, Штамбуль, планирует подарить городу Одессе парк. Это приятные новости, конечно, это всем адреситам ясно, что в центре города, парк. Ну, знаете, нам параллельно стало и приятно, и немножко обидно. Почему не вы, да? Да, почему... Почему Стамбул? Стамбулский парк, а у греков, в которой цельная история, нету парка. Ну, понимая, что, конечно, на сегодня сегодня ситуация Греция, города Финна и в других городах не позволяет такие подарки. Ну, к сожалению, это же правда. Мы решили, что это мы должны сделать этот шаг и предлагать самим городу этот подарок. Потому что мы же, конечно, греки, но после там сколько-то лет, которые мы находимся в Украине, мы половина Одесситы. Поэтому как-то так начиналась эта идея. Когда мы думали предлагать Геннадию Леонидовичу эту идею, у нас не было ни особо планы. Мы даже территорию не представили, во сколько она большая. Стамбульский есть, нет греческого, давайте мы тоже будем предлагать свое, я поняла. И раз история с странами сложилась так, которая нас пришла жить мирно, ну, наверное, так и здесь надо жить мирно и сделать тоже этого парка. Мы эту идею подавали, а мэрию Одессы это огромное спасибо, потому что нас поддерживали на эту идею. У нас было немножко переживание, что как будут реагировать люди, если услышат, что это грецкий парк. Ну да, нужно, не нужно, поддержат, не поддержат. Кто-то скажет, пусть делают парк, оставляют номинование, как и была, луны и парк, и почему так. Слава Богу, не только от мира и от простых людей слышали только хорошие вещи, они поддерживали, ну, понятно, идея парка, это, как принято, никто не против. Мне кажется, да, здесь ничего нет такого негативного. Да, хотя бы были такие, которые постарались мешать, ну, ладно, всегда в жизни такие есть. Да, но нас приятно, люди вас принимали хорошо. В основном принимали положительно. Да, простые люди, которые встречаемся, они тоже очень ждут этого парка, ну, как, конечно, и мы. То есть вас поддержали и в итоге парк возводится с подачи мэрии, да? Да, да, да. То есть вы поддерживаете, да, в чем заключается ваша поддержка, выдвигаете вы идеи, предлагаете свои какие-то замыслы. Я знаю, что там будет очень красивый фонтан, такой необыкновенный, который делает Михаил Рева, очень известный сегодня в Одессе человек, архитектор. И этот фонтан будет, собственно, сердцем этого парка, да. Ну, для того, чтобы мы не раскрывали все секреты, мы так немножечко об этом поговорим, потому что будет интересно, конечно же, Одессе там дождаться дня рождения города и увидеть его уже каким он будет. Вы знаете, я даже вспоминаю, когда открывали Стамбульский, тогда уже появились первые разговоры о том, что вот здесь по ту сторону Потемкинской будет Греческий. Была заинтересованность, правда, потому что та территория, ну, так, немного в малоухоженном, скажем так, состоянии, и поэтому что-то там нужно было возвести. Но вот очень логично, когда по одну сторону такая, знаете, символическая дружба народов, наверное, да? Да, знаете, это действительно сердце этого парка, это фонтан, это приличный фонтан, который это Миша, ну, говорю Миша, потому что он друг мой. Его многие так называют. Ну, он и друг мой. Почему? Это не первый парк, который мы сделаем для города. Мы сделали парк Шлирука, парк Похищенной Европы, десятая станция, это парк Героя Йоциков и какие-то еще не очень большие парки. Ну, то меньше, да, территориально меньше. И уже хотели что-то побольше. Более грандиозное. Да, хотели сделать что-то, которое, ну, будет сложно в следующий раз говорить, я еще что-то лучше я планирую и хочу. Ну, проектировали достаточно не быстро, поменяли много идей, много проектов, пока мы видели точно то, что мы хотели видеть. Действительно, ну, парк, который будет отличаться от другими парками. Я не хочу, конечно, никакой парке говорить, что это плохой, парк плохой не бывает. Все понятно, свое хочется, чтобы было лучше. Мы хотели что-то еще. А чей конкретный проект? Ну, во-первых, этого Михаил, кроме Фонтан, поможет еще к концепции этого. Нас еще поддерживает и поможет группа архитекторов при Жанне Киселева. Ну, остальные проекты, это сделает наша проектная группа фирмы Гефест. У нас есть своя проектная группа. То есть это совместное, совместное творчество, да, такой команды людей. Конечно, конечно, это команда людей. Каждый муж ряд немножко отличается, и мы хотели сделать так, который максимально приближается к желанию Одесситы. Я думаю, что мы добились. Ну, останется какое-то время, Одесситы сами скажут. Ну, я думаю, что мы добились к этому цели. На каком этапе сегодня идет строительство греческого, на ком находится строительство греческого парка? Потому что, смотрите, остался еще там июль-август, да, но, грубо говоря, даже меньше, чуть-чуть меньше двух месяцев. Не так много времени. Да, не так много, да. Что там сейчас происходит? Ну, если разделяем работу парка на две большие категории. Первая категория – это укрепление этого зона, который – это не работа парка, но нас пришлось эту работу сделать. Ну, это такое место, да, склоны, и там, где склоны, есть определенные, конечно же, сложности. Знаете, есть сложности, мы эти сложности не знали. Это было интересно, потому что, ну, на Стабульский парк не были никакие укрепления, мы думали, что наверняка там тоже так же там. Там более пологая просто территория. Да, да, но мы, строители, не хотели рисковать, думали, давай проверяем, ну, никогда не знаешь. Оказалось, что действительно опульсины были немаленькие, и решение этого опульсина – это нелогкое. Это практически этого, на все это периметры Приморский бульвар и вверх на инижную зону, мы оградили спунтовный ряд своими, ну, другими словами, практически 800, если память не ошибает штуку. То есть, как по мне, парк – это, конечно, красота, но для меня даже эта работа, это даже важнее, потому что это спасет вся Приморский бульвар. Мы понимаем, что этот район, следующий 100-200 лет никуда не бьет. Мы после выполнения работы, которую мы заканчивали, заново посчитали, посмотрели, проверили. Слава богу, этого даже лучше не бывает. Это стало мертвое, этого жена. Так сколько вы гарантию даете теперь после ваших работ? Ну, я не могу… Сколько Приморский бульвар будет стоять вот в том состоянии? У нас гарантия больше, чем то, что я планирую жить, поэтому где-то 150 лет, думаю, даю. Так, 150 лет, ну, тоже неплохо. Прошу, все правда. Тоже неплохо. Так, укрепили дальше. Да. А остальная работа парка, то есть, это три большие лестницы, которые построили, которые соединяют Приморский с парка, они тоже сделаны. Облицовка этой лестницы тоже заканчиваем. Мы начали ожилинить, благоустройство сделаться. То есть, практически, действительно, этот парк входит в конце. Насколько дорогостоящий проект получился? Ну, мы еще не заканчивали так, чтобы это отчитаться полностью, но я думаю, это будет около 3,2-3,3 миллиона евро. Я думаю, 3,3, может, 3,4 миллиона евро это будет стоимость этого проекта. Это чьи деньги или это, опять-таки, средства совместные? Это привлеченные деньги, да? Это финансирует, не-не-не, это финансирует, это фонд Бумбураша. Так. Ну, то есть, финансирует лично Падалимон Масилевич Бумбураш, наша семья, и это его личный вклад. То есть, это имена, именное такое. Да, другие там финансовые средства не было. Это его личный подарок городу. Ну, это такой подарок навсегда уже, как вы правильно говорите, минимум лет на 150. Ну, если подарок сделаешь, надо сделать и на вширь, да, конечно. Как говорят, мужчина должен, да, посадить дерево, вырастить сына, построить дом, это все, мне кажется. И построить парк. И построить парк, да, построить дом. Кроме фонтана будут что? Будет, ну, естественно, будет много деревьев, да, будут аллейки, будет, что там еще будет. Я знаю, что фонтан это центральная. Да, смотри, я... Что планируете? Давай это будем говорить, что не особо бывает на другие парки. Потому что красивые деревья это на всех парках. Знаю, что вы хотите отличаться? Чем хотите отличаться? Да. К этому парку будет еще музей, открытый музей. Это мы привезем из Греции копии, статуэтки оригинальные. Ну, мы поработали с министерством, дали разрешение, но тоже долго постарались. Мне кажется, да, это очень непросто, если говорить о оригиналах. Нет, это не оригинал, это копия оригиналах. Копия оригиналах. Которые тоже вжать разрешение, это не очень легко. Ну, грецкая страна, да, не может помогать финансово, но они понимают, что тоже появление грецкий парк в Одессе, это тоже хорошо. Это здорово для Греции, не только для Одессы, но и для Украины, понятно. Конечно, да, это понимают. То есть это будет одна зона открытых музеев и будет еще маленький закрытый музей, который мы хотим показать одесситам, грецких меценатов, которые были в Одессе. И, ну, все знаем и уважаем это Григорий Григорьевич Мразли, но здесь стоит отметить, что это не только Григорий Григорьевич жил и помог и Одессе, и Украине, но и Греция в том числе. А очень много греки, которые были меценаты, которые они жили, любили городу и тоже много для города сделали. Это планируем и надеемся, что будет работать как пример и для греков, и для других, потому что слово меценатство, особо на последнее время в Украине, это слово очень актуальное и нужно. Вы знаете, во времена Мразли это слово было вообще очень актуально. Мне кажется, что каждый уважающий себя, богатый человек считал, что он должен заниматься меценатством. И обязательно, если речь идет о том городе, где он жил, то он непременно обязан был внести свой какой-то вклад. Вот сейчас, если речь идет о парке, то мне кажется, что это очень здорово. Мразли тоже отличился в свое время. Я согласен. Но меценатство, я думаю, что это не только для богаты. Я думаю, что все могут что-то давать. Кто-то может это помогать. Кстати, речь не обязательно о деньгах. Да, кто-то может дерево подарить, это тоже очень важно. Кто-то может этого 20 шатт его времени подарить и приехать в чем-то помогать. Ну, не в парте, которая там строительные проекты, похрана труда не разрешается. Впрочем, да, я с вами согласна. Виждем. Даже если на сегодняшний день кто-то не мешает, это и то хорошо. Это да, это тоже своего рода меценатство, да? Ну, если говорить о фонтане все-таки, да, как о символе сердца, на какой стадии находится сейчас его уже? Фонтан находится на последней стадии. На последней стадии. Это я тоже, это статуэтка, это первый раз, с которой технология познакомилась. Сначала шкультер сделает модель. Эта модель потом снимается определенной кусками формы и отправляется к бронзу. Потом набирает бронзу, шкультер, это Сужанова набирает и отдает сердце к этому статуэтку. Мне кажется, его надо будет охранять. Тоже думаю, да. Учитывая его стоимость, наверное, надо как-то охранять. Но охранять надо весь парк. Потому что, к сожалению, сегодня водолизм есть. И это обидно. На самом деле что-то, ну... Вы знаете, этому тоже нужно учить. Этому нужно учить. Смотрите, о Фонтане сам Михаил Рева сказал, что это будет очень сильный, многоассоциативный символ при своей простоте. Здесь заложены сложные философские мысли. Это он и она. Это начало всего и начало мироздания. Вот так. Вот так глубоко. И вот так. Но не хотелось бы, конечно, чтобы нужно было охранять. Но, тем не менее, не могу с вами не согласиться. Сегодня вандалов, наверное, учить нужно только вот таким способом. Знаете, если... Да. Ну, мы в мере принимаем. Конечно, будет обязательно везде от нас камера. Ну, то есть это мы отдаем возможности муниципальной организации, милиции, полиции. Муниципальная охрана, да. Чтобы они действительно могли реально сжать и охранять. Это... Я думаю, всем у дешитов, ну, мне в том числе, будет обидно, если мы что-то красиво даем, а через 2-3 года превращается там как место, которое никто не хочет. Это гулять и... Будем надеяться на то, что все-таки с каждым годом и одесситы, и гости нашего города растут, знаете, растут интеллектуального, растут в плане воспитания, растут в плане культуры, духовности. И поэтому, ну, если уж сами ничего не делаете, то хотя бы не нужно портить то, что делают для вас. Спасибо вам огромное. Я хочу пожелать вам успешного окончания строительства Греческого парка. И будем ждать с нетерпением 2-го сентября, чтобы посмотреть, что же получилось из этой замечательной идеи. Василиус Бумбурас, технический директор строительной фирмы «Гефест», был сегодня в нашей студии. Мы говорили о том, что к очередному дню рождения Одесса получит очередной подарок. Думаю, что наш город это, конечно же, заслужил. Спасибо, что были с нами. Оставайтесь на Первом городском. До встречи. Субтитры создавал DimaTorzok